Уровень профессионализма наших каскадеров давно оценили зарубежные кинематографисты. За последнее время они снялись в нескольких кинолентах. Одно из них, Долина Росс, представит на Берлинском кинофестивале. Единственное, чего не хватает нашим трюкачам, это подходящее помещение для тренировок. Репортаж Светланы Гинтер. Латвийских каскадеров с отличной еще советской школой в Латвии чуть больше десяти. Но и у них есть своя федерация, и это настоящие профессионалы своего дела. Ежедневные тренировки постоянно держат в форме и в творческом поиске, поэтому спрос на наших каскадеров в мире очень велик. Выносливость и невероятная работоспособность выручают их во время съемок, когда работать приходится почти круглосуточно. Кино, сам процесс очень долгий и муторный. И даже, что касаемо трюковых действий, и ты остываешь, как спортсмен, меня все поймут, люди, которые занимаются спортом. Потом делаешь трюки, потом переставляется камера, свет, ты через час еще должен греться, делать по несколько дублей, опять остываешь. И вот на протяжении 12 часов, обычная смена, средняя, ты должен вот это все делать. Естественно, при таких условиях не падать в мат, иногда это надо делать на улице, на асфальте и так далее. Это синяки, ссадины. Ну, такой, в общем-то, непростой. Да, непростое Ребесло. А снимаются в кино, особенно в последнее время, они довольно часто. Иностранных продюсеров привлекают в Латвию местные расценки на трюки. Они хоть и высоки, но все же на порядок ниже голливудских. И это при нашем европейском уровне сервиса и богатой природе. Поэтому неудивительно, что американцы сняли свой боевик «Невский проспект» у нас в Латвии, в Старой Риге, на английском языке, с участием наших латышских актеров и местных каскадеров. Премьера в Лос-Анджелесе была неделю назад, на латвийские экраны фильм пока не вышел. Так что эти отрывки мы видим первыми. Здесь вот как-то мы снимали. Было комично. Мы работали на американской картине. Детями с РН, да, вот, американцы снимали. И у нас там один из каскадеров должен быть снайпером на крыше. С какого-то окошка бабушка увидела какого-то снайпера в военного времени, вызвала полицию. И вот такая дума. С одной стороны, да, ну, все закончилось хорошо. Показали там разрешение и так далее, что происходят в съемке. И корейские киношники собираются в Латвию уже второй раз. Теперь снимают сказку. А совсем недавно сняли у нас фильм «Мой путь» о войне. Все трюки в нем тоже ставили и исполняли наши мастера. Продюсеры привозят сюда все больше и больше проектов. Иностранные продюсеры в связи с тем, что вышел закон о каком-то небольшом возврате денег, которые они здесь тратят. Это очень благоприятно влияет на то, чтобы здесь снималось кино. Каскадеру нельзя стоять на месте. Искушенный зритель требует все более сложных трюков. Падением с третьего этажа и выпрыгиванием на ходу из машины его уже не удивишь. Но чтобы отработать сложнейшие трюки, нужен дорогой реквизит и особый зал для тренировок. Занимались в Олимпийском центре, но и там теперь стало сесноватым. В итоге наши каскадеры снова без крыши над головой. В поиске новых помещений. Надеются на помощь спонсоров и рижской мэрии. Переговоры были уже сегодня. Если договориться получится, выиграют все. Ведь если Рига станет маленьким Голливудом, пополнение столичного бюджета будет ощутимо. Чтобы не быть в роли просителя, каскадер Роман Морозов открыл свой продюсерский центр. И теперь снимает фильмы. Снято уже три проекта. Час-Зеро, Долина Рос, совместный с российскими продюсерами, и американский Невский проспект. Сами латвийцы ставят трюки и делятся навыками. И с опытными мастерами, и с начинающими каскадерами. Бывшими спортсменами, которых в ассоциации всегда ждут. Для бывших спортсменов это новые горизонты и возможность заработать. Вот только страховые фирмы пока не торопятся оформлять страховку отчаянным парням. Но это всего лишь вопрос времени, говорит глава федерации каскадеров. Светлана Гентер, Марис Юргенссонс, Латвийское телевидение.